Завершена поставка топлива в населенные пункты, расположенные на Малых реках и притоках реки Печора. Об этом сегодня заявил глава администрации Заполярного района Александр Безумов на губернаторской планерке. Она прошла под председательством первого зама главы региона. Речь шла и о поселках Харивера и Харута, селе Коткино, деревнях Тошвицка и Щелино. О проблемах муниципалов расскажет Екатерина Гончарова. В навигацию этого года в поселение Заполярного района должно быть поставлено больше 13 тысяч кубометров дров, 29 тысяч тонн угля и 11 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Кроме поселений, расположенных на Малых реках и притоках, первая партия топлива уже поступила в Великовисочное. Далее запланированы поставки по Нижней Печорью. Как сообщил глава Заполярного района, завоз идет по графику. В целом по реке угля поставлено 37%, дров поставлено 17%. По морю угля поставили 13%, дров 28%. Сложности во время навигации есть только на Западе. В деревне Киа приостановлены поставки продовольствия. Решение этого вопроса поручено главе Шоенского сельсовета и потребительскому обществу. В Приморско-Куйском сельсовете продолжается ликвидация последствий паводка. В результате него пострадали частные домовладения и муниципальное имущество. Будет требоваться дополнительное финансирование на проведение аварийно-постановительных работ по муниципальному имуществу, а также на организацию применительных мероприятий, чтобы избежать каких-то последствий паводка в премии. То есть такого уровня воды не было порядка 10 лет. Оказалось, что все строительные отсыпки утонули в общем. Ущерб по муниципальному фонду составил около 3,5 миллионов рублей. Как поясняет глава сельсовета, необходимо оценить ущерб в водении жителей села и строительных площадок. В частности, в зоне подтопления оказались участки под строительство домов для оленеводов. Вы должны это все знать, понимать и контролировать. И то, что происходит сейчас на вашей территории, то, что вы бодро докладываете о том, что затопило, подтопило и будет топить, это, конечно, совсем не худышный результат. Первый заместитель главы региона к решению проблемы подключил управление строительства и ЖКХ. Как только будет установлен мост через Кую, а это по заверениям дорожников произойдет уже в среду, представители управления ЖКХ проведут в Красном оставшиеся оценочные работы.